А спонсор этого видеоролика канал Жекич. На канале Жекича вы найдете множество интереснейшего контента по хойке четвертой. Красивый, интересный и сюжетом прописанные монтажи, как вы любите народ. Харизматичный диктор, а самое главное интересные истории. Все это вы найдете на канале у Жекича. Зайдитесь, не полегнитесь, подпишитесь, посмотрите его пару роликов и напишите, что вы отыскала. А мы начинаем. Вы очень долго ждали этого челленджа. И я рад вас всех приветствовать в формате выжить. За Германию в 1945. Конечно же, хойка четвертая и конечно же, мод NZ. Ну что же, народ, надеюсь, вам такое креативное начало понравилось. Меня зовут Искал, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами играем, как вы уже поняли, за Германию в 1945 году в моде NZ. Сразу перед тем, как начать играть за Германию в 1945, хочу сказать, что на запись этого ролика ушло очень много сил, терпения и времени. Надеюсь, он вам понравится и вы его оцените своим лайком и, конечно же, царской подпиской. Играем мы, как всегда, в режиме Iron Man, а также на средней сложности. Средней сложности хватит вдоволь, чтобы насладиться этим геймплеем. Этой болью, если быть точнее. Ну вот, ребят, мы и загрузились с вами в игру. Сейчас мы, конечно же, изменим настройки. Сразу скажу, что я поставлю немножко, конечно же, скорость пополнения побольше в нашу пользу. Объясняю почему, ребят. Я сыграл очень много партий за эту Германию. Без скорости пополнений там делать вообще нечего. Поэтому мы поставим вот совсем минимальное количество, это 5%. Также разберемся с сухпайками. Я считаю, что они вообще не нужны на данный момент игры, поэтому я поставлю их быстрое производство. После того, как мы настроили нашу игру, настроили настроечки, что мы делаем дальше? Может, выкашиваем половину нашей армии? Да, выкашиваем. Объясняю почему. Наши дивизии неукомплектованы, и они будут зажаты в котлы в первые недели войны. Особенно там в Данциге, особенно в Италии, а также в Югославии. Эти дивизии мы удаляем, вследствие чего получаем людские ресурсы обратно и, самое главное, драгоценную технику оснащения обратно в резерв, чтобы пополнить наши основные дивизии, которыми мы будем играть. Многие, когда выживают в Индзиге, забывают про то, чтобы назначать генералов. Типа, дивизии очень много, дивизии крутые, давайте их поставим в окружение, будем защищать Берлин до конца. Но, ребят, это не так работает. Генералы дают очень большой бонус к обороне, к атаке, к организации, планированию и т.д. Этим обязательно нужно пользоваться, поэтому потратим лишние минуты и назначим всем нашим дивизиям, которые остались новых генералов, лучше генералов, которые остались у Третьего Рейха. Так как я майор Искал, Гитлер одобрил мой план, который я ему показал. Тактика обороны будет состоять из огромного укрепрайона, кольцевого причем. Укрепрайон, который будет расположен от Гамбурга до гор в середине Германии. Также мной был придуман очень хитроумный план, обезопасить весь западный фронт благодаря одной маленькой речке, а может и не маленькой. Когда дивизии противника будут атаковать наши дивизии, они будут терять уйму оснащения, уйму людей и самое главное, так как у нас есть ремонтные роты. Мы будем все это дело накапливать, будем захватывать вражескую технику, вражеские винтовки, танки и т.д. Ремонтировать и ставить на службу своей армии, тем самым оснащение увеличится. Теперь обязательно коснемся нашей политики. Политика очень важна, особенно в этом сценарии. Нам нужны все возможные политики, которые нам дают внимательно. Стабильность, поддержку войны, оборону, организацию и скорость восстановления наших дивизий. И сейчас самое интересное, благо все эти политики у нас есть. У нас есть политик на скорость восстановления, у нас есть политик на защиту и атаку пехотных дивизий. Пехотные дивизии тут будут вообще играть важную роль, обязательно играйте через них, ну и все. Также, ребят, строительство. Наверное, никогда я такого не говорил, но тут больше роли играет строительство ПВО, чем строительство, как вы понимаете, бункеров. Серьезно, будет у вас превосходство в воздухе, будет все зашибись. Но оно у вас не будет, поэтому вам нужно сократить как можно максимально ваши потери от всяких бомбардировщиков, штурмовиков и в прочем духе. Вот тут, ребят, конечно, я не доглядел, признаюсь. Короче, нам нужно немножко сократить наш укрепрайон, чтобы он был ближе к нашему Берлину, для того, чтобы, ну, наши дивизии могли туда прийти, занять все позиции. Иначе Советский Союз их просто атакует и у вас не будет на этом времени. Поэтому срочно делаем перестройку, передислокацию наших войск. Пока наши дивизии движутся, мы назначаем нашим самолетам новый приказ. Это чтобы они хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть, но предоставляли нам, ну, можно сказать, бонус к превосходству в воздухе, сбивали вражеские штурмовики, бомбардировщики и т.д. Это будет просто зашибись. Поэтому делаем вот так, ставим на нормальную интенсивность и ждем, пока наши войска дойдут до нашего укрепрайона. Конечно, многие не дойдут, но будем мы с вами надеяться на лучшее. По многочисленным ивентам, которые у нас тут произошли, там, югославцы восстают и все, т.д. Я вам не стал это показывать, иначе, ну, блин, там ивентов 40 и фокусов выполненных штук 50. Короче, ребят, нам дали дополнительные дивизии во многих важных наших точках. Как можно скорее эти дивизии тоже перетаскиваем в наш укрепрайон. Все даем командиру Власову. Спустя месяц мы кое-как, ну, обустроились в нашем укрепрайоне. Сейчас мы, короче, сдерживаем натиск наших врагов. Отбиваем атаки Советского Союза, которые постоянно происходят. Самое главное, ребят, ротация войск. Во многих своих выживаниях я вам говорил, что Советский Союз, Франция и эти страны любят самоубиваться об вашей дивизии. Особенно, если чувствую, что ваши дивизии типа слабенькие, в кавычках, да? Поэтому, ребят, не стесняйтесь использовать вынужденную оборону. Поверьте, она спасает. Спустя полтора месяца мы продолжаем держать трудную оборону. Ребят, это очень трудный геймплей. Постоянно нужно делать ротацию, успевать за всеми следить и самое главное, обращать внимание на модификаторы. Да, если вы видите, что дивизии противника пробиваются, а вы не сможете подвести новые дивизии, потому что на них тоже нападает, Лучше отдайте эту провинцию, потому что может быть даже хуже. Потому что вы можете вместо одной провинции, если совершите ротацию, потерять несколько провинций. Это тоже надо иметь в виду. Также, ребят, что я заметил, когда выживал за Германию во многих катках, а каток было много, поверьте мне, что Франция и Советский Союз атакуют такими волнами, которые происходят, ну, раз в полтора месяца, раз в два месяца, и к ним нужно быть готовы. Например, можно заранее прощелкивать вынужденную оборону, и когда искусственный интеллект будет на вас упарываться, это огромные дебафы будут вноситься его армией. Это тоже очень классно и очень важно. Сейчас вы видите, как я обороняюсь. Я бы сказал, что это не оборона, это какой-то ад. Обороняться очень трудно, и, как вы видите, по моим генералам я уже потерял парочку дивизий, так точно, из-за вынужденной обороны и из-за вынужденной атаки. Да, я даже выбивал некоторые провинции, которыми я отжал противник. Что хочу сказать по противнику. Он истощился, он истощился здорово, но все равно у него бешеная военная промышленность, у него бешеная гражданская промышленность. Что Франция, что Великобритания, что Советский Союз быстро пополняет свои дивизии и идут опять же волнами атаковать наш фронт. Но так как мы укрепили генералов, то есть генералы прокачиваются, будьте здрасте, там столько трейдов новых уже понадобавилось, плюс мы используем вынужденную оборону, это дает нам маленькое все-таки преимущество, которое мы можем раскрыть в более огромное и более масштабное преимущество, если будем умело пользоваться нашей армией и, конечно же, трейдами. Повторюсь, в этой партии все строится на макро-на микроконтроле, на полной сосредоточенности. Нельзя просто врубить музычку и пойти тащить. Нет, так не получится. Конец июня, а Германия все еще держится и наносит непоправимый урон армии противника. Что Советский Союз, что Франция теряет много людей и оснащение, а мы наоборот захватываем это оснащение, а также берем в плен людей и заставляем их служить нашей армии. Ну это, конечно, в скобочках. Короче, вы сейчас видите наглядный пример, как атакуют Советский Союз. Надеюсь, что больше ничего говорить не надо, вам просто нужно довести до того момента, просто чтобы Советский Союз упарывался, уничтожал свою армию перед вами. Все. Считайте, война выиграна. Не стесняйтесь переводить дивизии с другого фронта, как я уже и говорил раньше. Например, можно взять парочку хорошо укомплектованных дивизий с границы с Францией и перевести на границу с Советским Союзом, особенно там, где вас пробивают. Ну вот единственное замечание, старайтесь такие дивизии переводить только с одной местности. Это либо горы, либо там должны быть укрепления или холмы. Все. Но если там что-то другое и увидите, что на границе с вами очень много войск, союзников, тогда лучше не стоит перекидывать эти дивизии. Перекиньте какие-нибудь другие. Ноябрь 45-го года. Продолжается затяжная оборона. Мы стараемся делать все, что возможно, чтобы сдержать натиск противника, но не всегда это получается. Например, несколько наших городов пробили, несколько провинций пробили, поэтому, как я уже говорил, приходится перестраивать всю эту полосу обороны, ребят. Гладко тот получаться никак не может. Я хоть и старался не отдавать ни одной провинции, ни одной дивизии терять. Ну, как вы видите, нифига не получилось. Потеряли мы около ляма народа, когда все остальные страны суммарно около 5-4. Приветствую вас в 46-м году. В июне, ребят, даже в позднем июне продолжаем бороться до конца с захватчиками. Иронично звучит, не правда ли, Гитлер? Короче, как вы видите, оснащение у дивизии соперника очень маленькое. Все почему? Все потому, что он постоянно атакует, убивается, а мы успели понастроить немножко укреплений, немножко ПВОшек, то есть у нас тут с этим делом все в ажуре, все хорошо. Да ладно, кого я обманываю? Из военных заводов у меня осталось лишь 25 работающих, и все они работают онли только на одной пехотке. Плюс там один военный завод на арте, а дополнительная оснащенка и т.д. Очень хорошо, что у нас есть ремонтные роты, они прям очень сильно спасают. Мы просто воруем оснащение противника, а ремонтная рота, кстати, с 7 левела по исследованию прокачал. И да, ребят, удивились ядерному взрыву? Я очень удивился, особенно когда у меня там исчезло сразу же 2 ляма народу, очень много ПВОшки, очень много военной заводы перестали работать, теперь у меня все, практически все мои военные заводы не работают. Вот что теперь делать, непонятно. А решение есть, и оно на поверхности. Это ремонт построек по национальным фокусам. Очень быстро ремонтируются постройки, ваши военные заводы быстро восстановятся, если там есть ПВОшка. Просто зашибись. Сентябрь 46-го года. Ребят, сентябрь 46-го года. Война никак не заканчивается. Майор Искал создал хорошую линию Гитлера, которая позволяет защищать огромное количество городов и не допустить капитуляции Великого Германского Рейха. Противнику теперь в жизни пробиться через наши дивизии, у него дивизии не укомплектованы, если он, конечно, атомные бомбы и все провинции не закидает. Тогда ладно, тогда могу поспорить. А на этом цель этого прохождения, цель этого монтажа выполнена. Мы спасли Германию и обезопасили ее на 100% отторжения сил союзников из Советского Союза. Можно теперь мирно существовать в обилии врагов. С атакой я, честно, хотел еще попробовать захватить Советский Союз и Франция, но я, наверное, не такой скилловый, как хотелось. Не получается выбить ни одну провинцию, ни одну дивизию вообще не получается. Куда бы я ни шел, там везде по 40-30 дивизий соперника неукомплектованных. Тупо мясо. А на этом с вами был Искал Игровый канал. Большое спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравился такой вот видосик. Наконец-то, ребят, долгожданное выживание за Германию. Давайте поддержим этот ролик. Я его так смонтировал, так сценарий написал. Короче, вам должно понравиться. Опять же, лайк, подписка, колокольчик, хороший комментарий или плохой. Посмотрю, что-то там плохое про меня пишет. И всем удачи. До скорых встреч.